Что-нибудь неожиданное? Вот что-нибудь такое? Сыграем сочинение для вас на тему «До». Это неожиданно, никто не знает. Я тоже. Сыграем сочинение для вас. Сыграем сочинение для вас. Люди ждали бесов. И, конечно, тут мы выделялись тем, что мы играли разные такие веселые музыкальные произведения, написанные, непридуманные. И это, конечно, приводило публику в восторг. Я помню, чем-то новым. Я вспоминаю, когда мы впервые исполнили «Фиддл фадл» Лероя Андерса. И запели в Большом зале консерватории, то я подумал, что сейчас портреты просто выскочат из своих рам, в полном ужасе убегут из этого зала. Но публике это страшно нравилось. Кстати, Валентин Александрович Берлинский, «Квартета Бородина», не согласен был со мной об этом. И что он тебе говорил? Он говорит, ну, я это не ухожу со сцены только из-за любви к тебе. Вообще мне это отвратительно, то, что ты делаешь. А как ты убедил? Ну, они всегда меня спрашивали, а ты сам это будешь делать? Во-во-во-во. Ты сам будешь петь, я его буду. И в какой момент ты почувствовал, что вот твой коллектив становится народным? Когда я увидел, что ни один концерт не проходит без аншлага, я вспоминаю, мы хранили щепочки от разломанных дверей в залах филармонических. Так же, потому что прорвались и ломали двери у вас? Ломали двери, лезли через окно, ждали, кричали на улицах «Спиваков! Спиваков!» везде. И, допустим, мы приехали в Тбилиси. Там Джансу Кахидзе открывал зал. Вся сцена была заполнена людьми, весь зал, ну, не было ни одного свободного места. Оркестр играл концерт без антракта, потому что как только мы попробовали вообще вставать, тут же стул исчезал из-под музыканта. И вот я помню, мы играем какую-то тихую музыку, и я вижу за контрабасистом. Сидел очень такой мощный грузинский человек с усами, и у него на каждом колене сидело по ребенку. Такие хорошие, упитанные грузинские дети. И вот в полной тишине я слышу, он дергает Гришу за рукав и говорит, «Подвинься, слушай, детям Спивакова не видно». Кстати сказать, меня за это очень ругали, считали, что я популист. Тем не менее, этим стали заниматься потом огромное количество последователей, как всегда, знаешь... Сначала молчат, потом отрицают, а потом перенимают. Будущее ансамбля зависело от выбора репертуара. Его предстояло создать из произведений разных эпох, стилей и направлений. Спивакова не раз называли музыкальным археологом за его умение найти и вернуть слушателям музыкальные произведения, которые казались навсегда забытыми. Когда я слышу разговоры о том, что виртуозы Москвы, да и Сан Спиваков играют только облегченный репертуар, я страшно гневаюсь, потому что это в первую очередь просто неправда. То есть это показывает сразу человека предубежденного или плохо информированного. Конечно. Оказалось, что для камерного оркестра колоссальный репертуар. Мы записали практически 40 дисков на американской фирме BMG RCA Record. Я думаю, что это был, пожалуй, в то время единственный камерный оркестр, который удостоился такой чести. И мы получали премии, и мы показали практически весь срез музыки, начиная от Добаха и заканчивая серией, которая называлась Modern Portraits. Включая музыку Денисова, Эдисона, Софьи Губайдулиной, Родиона Щедрина, Арва Пярта, Альфреда Шнитке. Потом мы играли сочинения Пендерецкого, Стравинского, Бартака, Веберна, Шендерга. Когда ты учишь сложное какое-то произведение, ты думаешь о том, чтобы преподнести его в таком вот ясном виде и в такой эффектной, если угодно, обертке, да? Вообще говоря, я люблю долго думать, без инструмента и без партитуры. Вот вслушиваться в этот космос, обдумывать, без того, чтобы тактильные ощущения возникали, чтобы я щупал на скрипке без конца, как это и что. Я иногда над тремя тактами долго думаю. Я люблю очень слушать тишину музыки. Она страшно важна, это тоже. Это та же музыка. Помнишь, Рильке как говорил, слушайте тишину, она окружает вещи. Густав Маляр говорил о том, что для него всякая музыка, любая, после Бетхойна, особенно, она программная. То есть имеется в виду, что за любым самым абстрактным сочетанием звуков он, Маляр, видел какие-то реальные эмоции и даже реальные события. Ты, когда ты работаешь вот так с партитурой в руках, ты подставляешь под эти ноты какие-то действия, какие-то эмоции, какие-то события трагические, радостные. Я часто пользуюсь, вообще говоря, поэзией, сравнениями для того, чтобы как-то добиться нужного характера. Какое-то беспокойство, например, там в оркестре. Ну, вспомним Пушкина. Не вометалась, как больной в своей постели беспокойной. Все сразу встает на листа. Очень важно, вот, образно, так сказать, передать в нескольких словах оркестру, что хочется. Ты чувствовал, что здесь жесткая палочка начинает вытеснять из своей жизни смычок скрипача? Я отчасти чувствовал, но зато я чувствовал, что дирижерская палочка начинает жить своей жизнью. У меня произошел замечательный случай, когда я понял, что я все-таки стал дирижировать. Это мы были на гастролях в Китае, как раз с виртуозами Москвы. И меня пригласили на встречу с симфоническим оркестром от большого города. Ну, я пришел, естественно, в долг вежливости. И пожилой дирижер, оркестром в 120 китайских музыкантов, продирижировал первую часть четвертой симфонии Чайковского. Ну, я похлопал и уже собирался уходить. И вдруг подходит этот дирижер, дает ему дирижерскую палочку и говорит, а теперь вы это продирижируете. Я хочу услышать, вообще будет какая-нибудь разница между мной, китайцем, и вами, русским музыкантом. Ну, я, конечно, стал отнекиваться вначале, говорю, ну как, я не могу, мне как-то неловко, это ваш оркестр. И китайцы как встали, все 120 человек, стали стучать смычками по пульту. Я понял, что... Отступать некуда позади Москва. За нами Москва, да. Ну, я встал за пульт. Я, кроме слова «ши-ши», что означает «спасибо», не знаю ни одного другого слова на китайском языке, поэтому можно было только руками и внутренним своим... Посылом. Посылом, каким-то магнетизмом, который должен быть у дирижера, безусловно. Я начал дирижировать эту первую часть четвертой симфонии Чайковского. А там у меня есть одно такое место, где я представляю себе, как молодые кадеты первый раз пришли на бал, приглашают девушек, которые тоже первый раз пришли на бал, как Наташа Ростова, они подушили себя за ушком духами, и вот кадеты начинают приглашать девушек на танец. А девушки... А тут кадеты... Я так это слышу и вижу. И вот представь себе, китайцы, которые ничего об этом не знали. Ни о каких кадетах. Ни о кадетах, ни о Наташи Ростовой. Они вдруг начали играть точно так, как я хотел. Я понял, что я могу дирижировать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!